Не успели рабочие закончить устройство новой ливневой канализации на улице Солнечной, как погода устроила первый настоящий тест-драйв для нее. И если раньше, после такого дождя, который был сегодня утром, улица Солнечная покрывалась лужами, которые закрывали автомобильные колеса, то теперь, спустя пару часов после дождя, дорога практически сухая. Тем не менее, сотрудники профильного муниципального предприятия выполнили профилактическую промывку коллектора после строительно-монтажных работ. Для соблюдения всех технологических этапов. Новая труба стала шире на 100 мм, и это увеличило пропускную способность. Она сделана из полиэтилена толщиной более 5 см, а значит, будет гораздо надежнее старой. Изготовитель дает гарантию на эксплуатацию до 50 лет. По сравнению с железобетонной трубой, новая защищена от взаимодействий с внешней средой и не будет подвергаться разрушению. Работы по капитальному ремонту коллектора на двух участках 205 и 170 метров выполнили быстрее, чем предполагалось контрактом. Хочется отметить, изначально, соответственно, с проектом организации строительства, работа подразумевалась сделать за три месяца. Мы эту работу сделали за два месяца, как и обещали, перед закрытием, то есть учитывая социальную значимость объекта. Из-за ремонта пришлось временно перекрыть движение на солнечную 22-го портсъезда до Шверника. Два месяца транспорт в направлении из города ходил в объезд по Новосадовой, в том числе и автобусы, один льготный и два коммерческих маршрута. В ближайшее время дорогу откроют из-за досрочного выполнения работ. В постановлении у нас предусматривается закрытие движения до завтрашнего дня, до 1 августа, до 22 часов. То есть с 22 часов завтра должны быть убраны все дорожные знаки, ограничивающие здесь дорожное движение, а общественный транспорт поедет с воскресенья. Рабочие закончили и благоустройство территории, восстановили дорожное полотно с применением высокопрочного асфальта, а также разделительную полосу и газоны. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.